Ядерная истерика Путина. Как диктатор показал слабость всему миру и почему угрозы Бункерного никто не воспринял всерьез? Об этом и не только. Говорим далее. Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан. Вместе с тем мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям. Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Пока в Нью-Йорке проходит генассамблея ООН, Путин вылез из бункера, чтобы в очередной раз попугать мир российским ядерным потенциалом. Похоже, это последний козырь диктатора, потому что ООН хватается за него, как утопающий за соломинку. Официально мероприятие называлось заседание постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Ну а по факту, просто собрание пенсионеров и тех, кто, судя по их выражению лица, явно хотели бы быть где-то в другом месте, а не слушать бред престарелого маразматика в душном кабинете. Ну так вот, что же все-таки изменил диктатор, если это можно назвать изменением? В проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Простыми словами говоря, эй, штаты, а ну-ка дайте мне спокойно уничтожать Украину, и только так, чтобы они не отвечали на мой террор обстрелами моих баз у меня на территории. И не вздумайте дать им разрешение на удары вашими ракетами, а то мне как-то будет больно. И вообще это не честно, мы так не хотим. Ну, как вам такая позиция невеликого геостротега? Согласитесь, как-то прям странно и очень по-детски прозвучали его слова об изменении этой ядерной доктрины. Странно, потому что, ну, важный по своей сути документ сейчас подгоняется под такую себе местечковую реальность. То есть, под не слишком удачную для Путина войну, где ядерный масштаб имеет только вранье, да и упорство, с которым до руин освобождаются украинские села. Ну, просто понимаете, с таким же успехом можно было бы ситуативно подгонять эту доктрину, ну, вообще по что угодно. Например, ввел Запад новые санкции. Все, бабах ядеркой. Назвал Байден Путина мясником. Ах ты негодяй, а ну держи ядерку. Не хотят идти на его ультиматум и добровольно сдавать территорию Украины. Какое неподобство. Ударю ядеркой по Вашингтону. Ну, мысль, я думаю, вы поняли. Почему это все по-детски, мы сейчас обговорим. Сначала посмотрите на эти два момента. Как начиналось это заседание? Добрый день, прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами проводим сегодня плановое мероприятие. Это совещание так и называется. Постоянное совещание по ядерному сдержанию. Два раза в год оно проводится. И в сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. То есть, Путин собирает кучку министров, зовет туда ручных журналистов, операторов. Они прекрасно знают, куда идут. На какого рода совещание или же заседание. И тут выходит полутораметровая просрочка и говорит. Добрый всем день, это заседание по ядерному сдерживанию. Плановое. Да-да, кто не понял, повторю, оно плановое, не экстренное. Оно два раза в год проводится. То есть, я не перепугался того, что там Зеленский покажет Байдену на генассамблее. Не боюсь, что по мне будут бить кучу ракет-то дронов. А заседание плановое, я так и планировал. Ну, вы поняли. А теперь второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Это то, как Путин вплел в эту историю Лукашенко. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и риском в отношении Российской Федерации. Вот тут как раз про то, почему его выступление можно характеризовать по-детски. А потому что у Путина очень плохо получилось скрыть желание позвать ядерного папу, когда во дворе загнали в угол. А все его рассказы про секцию бокса имени мастера спорта Шойгу оказались пустым бахвальством. Эффективно драться без папы ядерного возможности нет. А само настроение Путина его выдает нарочитая крутая манера. Все его эти вечные движения головой, плечами, откладывая красных папок, даже тон голоса, который периодически заикался и прерывался. Скажу сразу, это регулярное совещание, ничего экстренного, два раза в год. И это не о страхе, но если полетит слишком много беспилотников или ракет, мы сжахнем. И Лукашенко из соседнего двора тоже нас поддерживают. Ясно вам? Я думаю, что всем все ясно. Когда зовут папу, значит авторитет во дворе уже все, не поднять. И былого отношения к нему уже не будет. И кстати, обратите внимание на гигантские буквы, которыми написана речь Путина. Ну и на традиционную уже дистанцию между царем и его самыми близкими подельниками. Хочется спросить, все точно по плану, правда? Вот что пишут анонимные Z-каналы про выступления Путина. Обновление основ госполитики в сфере ядерного сдерживания и важные заявления Владимира Путина на тему применения ядерного оружия вызвали множество вопросов. Почему такие заявления прозвучали именно сейчас? Проблема в поведении стран НАТО, которые усиливают поддержку киевского режима. Мы знаем, что НАТО трусливо. И они, вне всякого сомнения, испугаются. Поэтому Владимир Владимирович сделал отличный ход. Хочу, чтобы все россияне знали это и гордились нашим президентом. Сказал нам источник в Кремле. В отношении возможного применения ядерного оружия он не стал давать прямого ответа. Отметил лишь, что никто не хочет увидеть горящую Москву, потому тут все понятно. Можем ли мы применить ядерное оружие в случае атак на наши военные объекты? Здесь сразу скажем, ответ собеседников Минобороны нас неприятно удивил. Будем честны, никто не хочет умирать за Торопец или Морозовск. Никто не хочет даже за город русской славы Севастополь умирать. Вон его как ракетами НАТО утюжили и что? Дальше додумайте сами. С грустью сказал военный. И вообще, давайте так. Курскую область прорвали. Как-то про ядерную доктрину в Кремле не вспоминали. Вообще все это игнорировали. Удары западными снарядами по приграничью наносились. Да, знаете, это тоже ничего страшного. Ну, пускай наносятся по позициям русских на Белгородщине. А только-только заговорили про обстрелы высокоточным западным оружием вглубь территории России. И только подорвали украинскими дронами там суперсклады Путина. Так все. Сразу ядерная доктрина, эскалация. Про что это нам говорит? Про то, что Путин боится того, что все больше россиян начнут на себе ощущать войну. Им это не понравится. И они просто вынесут его наружу. Ну, а ход с ядерной доктриной, это, возможно, понравится среднестатистическим зрителям российского телевидения. На котором изо дня в день кричат про то, что нужно долбануть ядеркой по Вашингтону и Нью-Йорку. Ну, просто вот небольшой пример. Я бы привлек к удару по объектам на территории Великобритании, обычным оружием для начала, крылатыми ракетами воздушно-морского базирования. Нанес удары, например, по трем объектам. Это производственным площадкам концерна МБДА ЮКА, который занимается производством ракет Шторм Шэдоу. Это, если мне не изменяет память, Бристоль, это Стивенш и это Болтон. Это вот где производственные площадки находятся концерны МБДА. Удар бы нанес ночью, чтобы избежать, ну, минимизировать жертвы среди гражданского персонала этих предприятий. И снес бы эти производственные площадки, ну, до уровня земли, к примеру. Ну, раз вы так стремитесь нанести удары по нашей территории, то за все в этом мире придется платить. Утром там заседания, совещания. Как же так? Мы стали жертвой агрессии. Нам надо немедленно ответить. Надо задействовать статью 5 устава НАТО. Надо покарать тех людей, которые нанесли по нам ракетно-авиационный удар и силами военно-морского флота. В этом случае, для начала напомню, что, ну, вооруженных силах Российской Федерации есть система стратегических действий. Есть формы и способы применения вооруженных сил. И там есть такой раздел, он называется демонстрационные действия. И поэтому, как они только начнут заседать, чтобы дискуссия была направлена в нужное русло, в нужное русло, демонстрационный ядерный удар. Или, например, в северной части, опять-таки, прошу прощения за давтологию, Северного моря. Или в районах Атлантического океана, непосредственно прилегающих к территории Британских островов. Ну, чтобы все видели эту вспышку, все население, Великобритании, политики и военные. И пришли к выводу, а не слишком ли мы сильно горячимся с этими ракетами. Вот, а вы представьте, эти помои, эти нарративы там по всем каналам крутят каждый день. Каждый божий день. Ну, вот поэтому услышал слова Путина про ядерную доктрину какой-нибудь среднестатистический русский Леха. И сказал, о, молодец Путин, наш президент. Ну, и продолжил дальше пить пиво с водочкой. Но, давайте еще разберемся, а что такое вообще ядерная доктрина? Ну, или же основы госполитики России в области ядерного сдерживания. По сути, это Филькина грамота, которую Путин может менять, да, хоть 10, хоть 20 раз в день. Ради своей забавы, ради запугивания соседей. Это так называемая доктрина, она ничего не стоит и ничего не значит. По факту это просто медийная штука, которая не имеет ни практического, ни военного смысла. Ну, просто, ну, когда Путину приспичит, то он и так, наплевав на все доктрины, договоры, просто достанет чемоданчик, главное только его не перепутать, и нажмет там все кнопки. Ну, серьезно. До этого у них там было написано в этой доктрине, что ядерку они используют в случае угрозы суверенитета России и существованию страны. А что такое эта угроза? Чем она есть? Да, собственно, тем, что захочется Путину. Как я и говорил ранее, продолжает Запад помогать Украине? Угроза. ВСУ не отступают на фронте добровольно? Угроза. Да и так далее. Ну, сейчас тоже ничего не изменилось. А поэтому все его слова на эту тему не стоит воспринимать всерьез. Это не какая-то стратегия глобальная, не четкая программа. Это просто скуление забитой сутулой собаки, которые рассчитаны на прессу западную, на свою прессу. Да и никого уже не пугают. Новая ядерная угроза от Путина не попала на первые полосы западных изданий. Основной адресат этой угрозы – США, которые сейчас изучают возможность снятия ограничения на использование поставленного Украине высокоточного оружия. Новость не попала на первые полосы западных изданий. Эксперты считают маловероятным реализацию ядерных угроз Москвы. Путин угрожает Западу ядерным оружием не в первый раз, отметил Дэр Шпигель. Последнее такое предупреждение Путин сделал в Санкт-Петербурге 12 сентября, когда заявил, что разрешение на удары высокоточным западным оружием по территории России будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне в Украине. Однако эксперты считают эти угрозы маловероятными. Как писала на днях газета The Washington Post со ссылкой на российского чиновника, говорившего на условиях анонимности, к таким заявлениям выработался иммунитет, и они никого не пугают. Что и требовалось доказать, даже в западной прессе это никто не воспринял. То есть ядерные угрозы Российской Федерации в принципе себя давно уже дискредитировали. Басню о мальчике, который кричал волк, наверное, в Кремле не читали. А еще эти изменения в доктрине выглядят особенно тупо на фоне того, как у них там в Плесецке аналоговнетный сармат недавно взорвался прямо в шахте во время очередных испытаний. Вероятно, кстати, в Кремле думали, что вот сейчас мы успешно испытаем сармат, а потом Васильевич выйдет и бред снит громкой ядеркой. Ну явно же был расчет на то, что это сильнее запугает Штаты, да и весь мир. Ну а вышло наоборот. Никого это не запугало. Да никто на это сильно и не обратил внимания. Нужно понимать, что Путин, его окружение, кооператив «Озеро» этот, они все любят свою жизнь. Они держатся за нее. Поэтому никто не захочет отдавать свое состояние, которое наворовывалось годами за какой-то Тихорецк, Таганрог, да или Курск. Но сам факт таких заявлений диктатора прямо говорит про его отчаяние. Ну а что эти деды будут говорить дальше, когда и на эти красные линии в очередной раз все наплюют? Честно, не знаю даже. Буду на этом заканчивать, друзья. Спасибо вам за просмотр. Традиционно призываю вас сохранять холодный разум и продолжать поддерживать украинские силы обороны. Потому что это действительно есть самым главным сейчас. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok